Джипс и Вустер В главных ролях Стивен Фрай, Хью Лаури По произведениям Пиджи Вудхауза Автор сценария Клайв Экстен Режиссер Фердинанд Ферфакс Мы уже приехали? Помоги мне вытащить картину из машины, Берти Вы вернулись, мистер Вустер? Да, это я, мистер Коннивер Берти, поторопись Мне надо еще зайти домой, переодеться Добрый вечер, мисс Пендлбери Я не остаюсь, Джипс Я должна только убедиться, что моя картина на месте Давай, Берти, поставь ее там Где? Вон там, прислоню ее к столу Осторожней Не так близко к каминау Завтра я покрою ее лаком Отлично Ну, я думаю, немного виски Да, Джипс? У тебя нет времени, Берти Через час мы должны быть на вечеринке Встречаемся в Гилху, лепим Ты знаешь адрес? Отлично, пока, Джипс До свидания Какая замечательная девушка, это Гладис Пендлбери Да, весьма энергичная леди, сэр Ее считают способной и в артистических кругах Посмотри на картину, Джипс Я хочу услышать твое мнение Хорошо, сэр Джипс, знаешь, зачем я потратил солидную сумму на портрет тети Агаты Этого проклятия дома-устров? Я задавал себе этот вопрос, сэр Это относительно небольшое вложение позволит молодому Бертраму Прожить оставшиеся годы мирно и спокойно Тронутая таким проявлением почтения со стороны племянника Вышеупомянутая тетя благословит его брак с талантливой художницей, которая создала этот портрет То есть с Гладис Пендлбери Если вы так считаете, сэр Джипс, тебе не нравится это произведение искусства? На мой непросвещенный взгляд, сэр, на картине мисс Пендлбери у миссис Грэгсон какое-то голодное выражение лица Как у собаки, которая видит кость, но не может достать ее Никакого сходства с собакой, которая видит кость, Джипс Этот взгляд выражает мудрость и терпимость Я специально попросил мисс Пендлбери нарисовать такой взгляд за дополнительную плату Потому что на фотографии, с которой написала портрет, у тети не такое выражение лица Понимаю, сэр Леди и джентльмены, спасибо Мы надеемся, что всем вам будет сегодня весело в Гилхуле и Пим Меня зовут Лусиус Пим Наше агентство имеет честь рекламировать новые суперсупы Слингсби И я рад вам представить мистера Александра Слингсби Прошу Александр Слингсби Мы не подведем американский народ Пусть идет дождь, снег, или светит солнце, в плохую погоду или в хорошую Суперсупы Слингсби будут на каждом столе и в каждом доме нашей великой страны Здорово сказано, молодец Суп стал главным в жизни для меня Не могу без супа я прожить у меня Ах, этот Слингсби, он не глуп Всех он заставил есть свой суп Ночью нам снится мясной бульон Слингсби волшебник, что сделал он? Как мотыльки на огонь к супу его летим То, что Слингсби сумел, не по силам другим Разве это не замечательно, Берти? Ну, это... Я обожаю рекламу, а ты? Ну, я... Смотри, опять идет Лусиус Твоя речь была замечательной Благодарю Берти, я хочу познакомить тебя с Лусиусом Тимом Привет, Лусиус Вы связаны с супами? Пока нет Извините меня Берти! Топи! Я думал, ты вернулся в Англию Нет, 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 я здесь Я пытаюсь познакомиться с Александром Слингсби Зачем? Я не могу сказать тебе, Берти, прости Это секрет Ты знаешь, какой самый вкусный суп в мире? Мне всегда нравился тот, который подают в Друнс на следующий день после запеканки с мясом Нет, нет, нет Это куриный бульон, заправленный луком Моя старушка-няня готовила нам такой Это миллионы, Берти Я хочу продать Слингсби рецепт на королевских условиях С каждой тарелки супа, которую они продадут, я получаю полпенья А что говорит Слингсби? Я еще с ним не знаком Он не отвечал на мои письма, поэтому мне пришлось прийти сюда Но это верное дело, Берти Стоит мне почувствовать запах этого супа Как я возвращаюсь В свое детство, Берти Но захотят ли все остальные возвращаться в твое детство, Таппи? Вот о чем мы должны спросить себя О чем ты говоришь? О, Господи Там Элизабет Кто это? Элизабет Виккерс Женщина, на которой я намерен жениться Что ж, поздравляю тебя Вообще-то она пока об этом не знает Я собирался сказать ей сегодня Пойдем? Моего мужа это заинтересует Он живет и дышит супом Привет, Элизабет Я хочу познакомить тебя со своим старым другом Хилдебранд, это миссис Слингсби Супер-супы Слингсби Как же? Простите, я сейчас Нет, нет, ничего не надо Что вы себе позволяете, мистер? Все в порядке, Талула? Мистер Слингсби, вы получили мои письма Отойдите от нее Да-да-да, конечно Оставь в покое, миссис Слингсби, Вустер Что ты себе позволяешь? Ну, это... Перестань, Вустер Ты уже достаточно натворил для одного вечера Моя идея такова, мистер Слингсби У меня есть потрясающий рецепт Моя няня когда-то готовила мне суп Меня беспокоит один тип по имени Лусиус Пим Мало того, что он рекламный агент И таким образом может помочь Гладис сделать карьеру У него, к тому же, Дживс, еще и вьющиеся волосы Никогда не нужно недооценивать вьющиеся волосы Спасибо, сэр Я постараюсь это запомнить Это все, сэр? Да, Дживс, это все Спокойной ночи Так приятно сидеть здесь и смотреть, как ты покрываешь тетю Агату лаком Кстати, моя тетя Агата известна на мире искусства, да, Дживс? Разумеется, сэр Чем именно? Ты слышала о галерее Грэгсон Прайсок? Конечно Моя тетя Агата немножко Грэгсон Поскольку ее зовут миссис Грэгсон Но это вполне естественно, я полагаю Это Агата Грэгсон? Совершенно верно Кофе, мисс Спасибо, Дживс Почему ты мне раньше не сказал? Если ей понравится мой портрет, это может оказаться для меня полезным Конечно, ей понравится Правда, Дживс? Я уверен, что миссис Грэгсон без колебаний выскажет свое мнение об этой работе, мисс Да, надо показать ей его как можно быстрее Сейчас, дорогая тетя Агата, в Лондоне Но в следующем месяце мы поедем туда и возьмем картину с собой К вам миссис Грэгсон, сэр Берти Тетя Агата, что ты делаешь в Америке? Сидеть Видишь ли, Берти, твои кузены наконец попались Попались? Не перебивай меня, Берти Завтра они отплывают в Южную Африку на корабле Прайд оф Наттл Господи Ты хочешь сказать, что это я? Ну, вообще-то Что за мерзкая мазня? Ну, послушайте А вы кто такая? Рад, что ты спросила, тетя Агата Не говорите со мной так Я надеюсь, вы не агент, который пытается всучить это кошмарное полотно моему племяннику Гладис Гладис Подожди, подожди Никогда больше не подходи ко мне, Берти Вустер Гладис Я сразу узнаю этих сомнительных личностей, якобы занимающихся искусством Это Гладис Пэмдлберри, автор этой картины Бедная девочка Надо было предупредить меня, Берти Если бы я знала, я была бы более прямолинейна в своей оценке Вряд ли можно быть более прямолинейной, если не считать физического насилия Молодой девушке лучше сразу узнать правду о своих способностях Но вернемся к Клоду и Юстасу Они уезжают завтра утром Но сейчас ведь середина семестра в Оксфоле Их исключили месяц назад Мы плохо себя вели, мы это признаем Очень плохо Помолчите Их отец решил, что они должны начать новую жизнь в колониях Их отец давно умер Это всего лишь мир иной, Берти И туда мысленно можно заглянуть До их открытия, ты отвечаешь за них Я? Сегодняшний вечер они проведут у тебя И проследи, чтобы завтра утром они были в порту и сели на корабль Pride of Nuttall Спасибо, что приютил нас, Берти, старина Не за что Я бы так хотел, чтобы вы оставались подольше Ты слышишь, Юстас? Он хочет, чтобы мы оставались подольше А чем мы займемся, Берти? Чем ты будешь развлекать сегодня своих дорогих гостей? Ну, думаю, мы можем пообедать дома А потом? Потом? Ну, я полагаю, мы можем поболтать о том, о сём И... Вам же рано вставать Ваш корабль отплывает рано утром 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 Продолжение следует... 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 Ну, конечно, миссис Грэксон. Я ясно видела его, Джипс. Он стоял на углу 42-й улицы и Бродвее. Это дурная новость. Я дала племяннику четкие указания посадить мальчиков на корабль. Не так много от него требовалось. Что ты имеешь в виду? Дурная новость. Может быть, мистер Юстас показался вам бледным? Бледным? Да, теперь я припоминаю. Да. Но это естественно при его образе жизни. И что он делал, миссис Грэксон? Ловил такси. Понятно. Может быть, он стоял вот так? Да, да, да. Я надеюсь, что ничего не случилось с молодыми джентльменами. А что должно случиться? Простите меня, миссис Грэксон, но мистер Клод и мистер Юстас сейчас на борту Pride of Nattles. Я сам посадил их в такси, и они поехали на пристань в четверг утром. А теперь вы говорите, что сегодня видели бледного мистера Юстаса, и он стоял с поднятой рукой, как будто прощался с вами, когда вы проезжали мимо. Господи. Дживс. Берти, у меня дурное предчувствие. Предчувствие? Сегодня утром по пути в галерею. Я явственно видела, как вижу сейчас тебя, призрак моего бедного, дорогого Юстаса. Что бедного, дорогого Юстаса? Слушай внимательно, Берти. Призрак. Привидение. Ладно, тетя Агата, ты поймала меня с поличной. Помолчи, мальчик. Я видела его одну секунду, но так ясно, что на мгновение я подумала, что это и есть Юстас. Как ты думаешь, мои мальчики в безопасности, Берти? С ними ничего не случилось. Понимаю. Призрак или привидение? Я хочу сказать, это вполне возможно, черт уби. В море всегда небезопасно, да и вообще. Вода, это опасная штука, тайфуны. Не каркай, Берти. Хорошо, не буду. Прости, Юстас, но Мэрион не хочет тебя видеть. Она сама сказала мне это. Чушь. Это ты ей надоел, вьешься вокруг, как гриф над своей добычей. Вы-то мне и нужны. Не сейчас. Я собираюсь отвезти Мэрион на скачки. Это я веду Мэрион на скачки. Ни один из вас не пойдет с Мэрион на скачки. Что? Тебя сегодня утром видела тетя Агата? Нет. К счастью, она решила, что видела привидение. Я пойду на скачки, как привидение. Очень смешно. Да уж, разгуливайте везде и повергайте в шок тетю Агату. Я запрещаю вам слоняться по городу. Думаю, нам надо изменить внешность. Молодец, старик. Отличная идея. Вопрос решен. А что это за шутка с несчастным случаем, Берти? Несчастным случаем? Каким несчастным случаем? Джейвс? 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 Я тебя чем-то обидел, Джейвс? Добрый день, сэр. Нет, конечно, нет, сэр. Нет, так я и думал. Однако... Вы хотели спросить, я полагаю, сэр, кто это в вашей пижаме во второй спальне? Да, Джейвс, можешь считать меня старым занудой, но именно эта мысль не дает мне покоя. Мисс Пендлберри сбила пешехода, подъезжая на своей машине к нашему дому, сэр. У него легкий перелом ноги. А с мисс Пендлберри все хорошо? Ее физическое состояние удовлетворительно, сэр, но она в ужасном эмоциональном состоянии. Она чувствительная натура. Тяжело жить девушке в мире, в котором парни все время бросаются под колеса ее автомобиля. Но почему этот тип моей пижамы? Мисс Пендлберри привела этого джентльмена в квартиру, сэр. Она велела мне вызвать врача и позвонила сестре этого джентльмена. А при чем здесь его сестра? Ближайшая родственница пострадавшего, сэр. Его сестра хочет вас видеть. Наверное, хочет поблагодарить меня за то, что я приютил ее брата. Возможно, сэр, хотя она отзывалась о вас не очень одобрительно. Безответственный идиот. Одно из определений, которые она употребила. Безответственный идиот? Войдите. Вы? Вустер. Ты не сказал мне, что это лучше успеем. Я не хотел вас еще больше расстраиваться. И как долго он здесь пробудет? Я думаю, около недели. Неделю? Что касается этого случая, Вустер, моя сестра замужем за Александром Слингсби. За этим типом супом? Да, я его встречал на днях. Да, я хочу объяснить, что моя сестра меня обожает и может подать в суд на бедняжку Глэдис, если узнает, что она была за рулем машины. Она этого не знает? Я сказал ей, что вы взбили меня. Минутку, минутку. Я? Она зайдет к вам завтра, и я советую вам, если вы хотите спокойно поговорить, задобрить ее немного, отправьте ей шампанского, улыбнитесь, скажите пару теплых слов, и она сразу растает. Я ее знаю. Джипс, он действует не на нервы. Этот джентльмен довольно нахальный тип, сэр. Если Лусиус Пим думает, что я собираюсь действовать по этой его дурацкой схеме, тогда этому Лусиусу, так сказать, Пиму, придется поискать идиота в другом месте. Мы, Вустеры, сделаны из прочного материала, и никаким Пимом этого не понять. Уверен, что это так, сэр. Думаю, вреда не будет, если послать ей ящик шампанского. Я обедаю с Таппи. Субтитры создавал DimaTorzok Старине Таппи очень повезло за Элизабет и Таппи. Мы будем очень счастливы вместе, да, дорогая? Да, если ты вспомнишь, что я еще здесь, тогда может быть. Ты все время глаз не сводишь с этой толстой певички. Но она же пела. Мне что, тоже встать и запеть, чтобы привлечь твое внимание? Конечно нет, дорогая. Никогда в жизни меня так не унижали. Что она сказала? Элизабет! Куколка! Привет, Берти! Мы послушались твоего совета. Войдите. Прекрасная художница, мисс Пендлберри. Вы согласны, мистер Пин? Да, она отличная девушка, Джипс. Только у меня с ней ничего не получается. Так жаль, что ее работы видят лишь немногие. Я вдруг подумал, что сердце мисс Пендлберри может завоевать человек, который поможет ей сделать карьеру. Ты не должен так носиться с этим пимом, Джипс. Мне это не трудно, сэр. Если он хочет кофе в постель, пусть переселяется в отель и платит за это. Его сестричка не появлялась? Нет, сэр. Но я пока потренируюсь. Почему я должен нарушать весь распорядок своей жизни? Хорошо, сэр. Джипс, подумай насчет недоразумения с Глади Спендлберри. Я совсем не в состоянии думать. Хорошо, сэр. Это все, сэр? Да, Джипс, это все. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К вам, мистер Александр Слинксби, сэр. Мне не нужно объяснять, почему я здесь, Вустер. Нет, конечно нет, не нужно. Это небольшое дельце. Небольшое дельце. Позвольте заметить, что когда человек оскорбляет мою жену своими наглыми выходками, я не считаю это небольшим дельцем. Я постараюсь и вас заставить думать так же. Это должно быть какая-то ошибка. Да, вы ее сделали. Сначала вы приставали к ней на вечеринке, потом посылаете ей шампанское. Вы хотите ее соблазнить, да? Нет. Да, да, да. Помоги мне, Талула. Я руку сломал. Что вы наделали? Сначала мой брат, теперь муж. Вы животное. Берти. Нагладись. Я... Я... Привет, Джерс. Кузенов мистера Устера нет дома? Нет, мисс Уордер. Слава богу. Берти. Привет, Мэрион. Мне жаль, но ты должен что-то сделать со своими кузенами. Ты слишком часто с ними видишься. Я не могу шагнуть без них. Я уезжаю из города, Берти. Неужели все так плохо? Хуже не бывает. Они взяли моду приходить ко мне домой. Сидят. Угрюмы пялиться друг на друга и ждут, кто кого пересидит. Я не могу этого больше выносить. Я заключила контракт на курорте на все лето, только для того, чтобы избавиться от них. Это слишком круто, Дживс. Почти перпендикулярно, сэр. Это они. Дживс, быстро к черному ходу. Сюда, мисс. Берти. Я не могу спать. Я пришла сказать, что уезжаю из Нью-Йорка через несколько дней. Я должна отдохнуть. Ну, я думаю... Я так беспокоюсь за Клода и Юстаса. Я послала телеграмму на корабль. Но мне не ответили. Ну, они же это там делают флажками, такие послания. Это много времени занимает. Пожалуйста, не разрешаем унести чепуху, Дживс. Хорошо, мадам. Следующую неделю или две я проведу на Лонг-Кайлендзе. Остановлюсь у племянника мистера Прайсека и его жены в Бэй-Шоу. Надеюсь, что когда мы увидимся в следующий раз, я уже приду в себя. Клуб «Тыква». Она порвала со мной партию. Нет. Да. Она и слышать обо мне не хочет. Не подходит к телефону. Возвращает нераспечатанные письма. Ты должен проявить твердость, Таппи. Не позволяй им замечать белый флаг. Они чувствуют, когда их боишься. Какой смысл в моей твердости, если она отказывается меня видеть? Она уехала на побережье навестить свою тетю. Поезжай за ней. Покажи ей, что с тобой шутить не надо. Нет. Нет, я не могу. Один я не могу. А знаешь что? Почему бы нам не поехать вдвоем? Я? Морской ветер может немного раздуть наши паруса. Не так ли, Дживс? Это всегда возможность. Моим парусам достаточно и не сильного ветра. Что это за местечко, Бэйшо? Ты же бывал там раньше, в моем коттедже. Не знал, что у тебя есть коттедж. Да, да, да. Я снял его на лето. Только это так, так небольшая лачуга. Бэйшо, пожалуйста. Туда. Бэйшо, пожалуйста. Бэйшо, пожалуйста. Бэйшо, Лон Хайлэд. Да, мэм. Ты не хочешь немного прогуляться, Теппи? Не думаю. Нет. Она там, Берти. Всего в полумиле отсюда. Смеется. Шутит. Но мы можем пойти на пляж. Элизабет может быть на пляже. Может, ты спасешь ее, когда она будет тонуть? Я плавать не умею. Ты разобрался с розами, Дживс? Конечно, сэр. Посылать дюжину каждый день мисс Викерс с карточкой мистера Глосса. А конфеты? Да, сэр. Он ничего не делает. Ходит, как тень, потом сидит по ночам около ее дома. Втирает мазь в укусы москитов. Можно утешаться мыслью, что это здоровый образ жизни, сэр. Он стал любимцем москитов. Меня, например, они не кусают. А тебя? Нет, сэр. Вот видишь, летают здесь и дожидаются Таппи. Хотят сохранить для него спортивную форму. Дживс. Это она. Это Элизабет Викерс. В самом деле, сэр. А этот малыш, весь в песке и в мороженом, может быть ее племянником. Вполне возможно, сэр. Дживс. У меня есть идея. Вдохновение. Я буду рад услышать ее, сэр. Мы похитим этого ребенка. Я бы вернулся в коттед, сэр, если это совпадает с вашим желанием. Нет, это не совпадает с моим желанием. Я не могу справиться с таким делом без тебя, Дживс. Сожалею, но условия моего контракта не позволяют мне заниматься преступной деятельностью, сэр. Какая чушь, Дживс. Мы одолжим его на час. В любом случае, это не преступление, если мы соединим два любящих сердца. Это не то утверждение, которое я хотел бы услышать в свое оправдание в суде, сэр. Ты меня разочаровываешь, Дживс. Разве так Дживсы всегда встречали опасность? Полагаю, сэр, что именно так. В противном случае, их рот уже давно выисчез. Можно прекратить этот ужасный шум? Интересно, есть ли у них выключатель? Интересно, любят ли они мед? Должны любить. Вот. Думаю, у меня талант успокаивать детей. Вернемся к нашему делу. Есть Элизабет, убитая горем и укоряющая себе за то, что проморгала ребенка. И вдруг старина Таппи появляется с ребенком на руках и рассказывает эффектную историю о том, как обнаружил его где-то в безлюдном месте и фактически спас ему жизнь. Девушка из чувства благодарности должна будет помириться с ним, простить его, и они снова станут друзьями. Понимаю. Да, понимаю. В этом что-то есть, Берти. Возьми его на минутку, я весь в меду. Так тебе и надо. Это была твоя идея. Где, ты говоришь, она сидела? Вон там, с этими... Смотри, вон она. Где? Вон там. О, да. Элизабет. На это нет времени, держи. Но не похоже, что она кого-то ищет. Она смотрит в море. Может, думает, что его унесло в море? Да, верно. Ладно, попробуем. Он не ее родственник. Просто ребенок, которого она увидела на пляже. Она помогала ему делать куличи из песка. Она его никогда раньше не видела. Она была холодна, как айсберг. Когда излагала ей историю его спасения, потом назвала меня лжецом, негодяем и червяком. Господи. И это все, что ты можешь сказать? Я пойду в дом напротив. Тебе там скажут то же самое? У них там есть нянька. Может быть, она в состоянии его утихомирить. Я пошел. Так, послушай меня. Я хочу узнать твой адрес. Я весь липкий. Это очень серьезное дело. Спасибо, Нит. Я подожду до обеда. Ну так, где ты живешь? Кто твой отец? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Отец, где он? Хорошо, подумай. Папа. Да, это то, что нужно. Где он? Ребенок что-то скрывает, Дживс. Или он не в курсе того, что вокруг него происходит? Трудно сказать, сэр. Он признает, что отец у него есть, а потом вдруг замолкает. Этому малышу не приходило в голову, болтая со стариком по вечерам, спросить у него имя и адрес. Так бывает, сэр. Молодое поколение не интересуется делами своих родителей. Мне пришла в голову одна мысль, сэр. У тебя появилась одна из твоих замечательных идей? Не относительно того, как избавиться от ребенка. Нет, сэр. Но мне кажется, мы могли бы использовать его, раз шон оказался у нас, чтобы решить проблему мистера Глоссопа. Неужели? Не понимаю, как. Сэр, я недавно смотрел фильм, в котором поссорившихся родителей ребенка удается помирить благодаря этому самому ребенку. Но как? Если я не ошибаюсь, ребенок там спрашивал, папа не любит больше мамочку? Папа не любит больше мамочку? И в этом весь фокус? Разумеется, сэр. Фильм заканчивался тем, что родители заключают друг друга в объятия, а ребенок смотрит на это счастливый и довольный. Дживс, я тебя понял. Это здорово. Разыграем сценку прямо здесь. Ребенок в центре. Девушка слева. Таппи на заднем плане сцены. Начинается диалог. Ребенок говорит свою реплику. Что-то вроде «Злая леди не любит Таппи». Но ребенок не сможет выучить фразу. Сэр, если позволите, я предложил бы слова. «Поцелуй Таппи». Два слова – это короче, их легко запомнить. И, как мне кажется, они должны привлечь внимание. Ты гений, Дживс. Нет. Ты должен сказать «Поцелуй Таппи». Прости. Если ты не сделаешь того, что мы просим, больше не получишь конфет. Не стоит с ним так говорить, Дживс. Я делаю, что могу, сэр. И не давай ему больше рисок, пока он не скажет то, что должен. Ты слишком с ним церемонишься. Дай-ка я попробую. Скажи «Поцелуй Таппи». «Поцелуй Таппи». «Поцелуй Таппи». Вот видишь, Дживс, он сделал это. У вас получилось, сэр? Ты съел все это? Нет, сэр. Сходи в магазин и принеси еще конфет. Возьми килограммов пятьдесят. Хорошо, сэр. Так, а теперь конфетка и скажи «Поцелуй Таппи». «Поцелуй Таппи». Отлично. И еще один раз. Скоро мы пополним запасы. Вы мистер Уустер, да? Нас познакомил Хилда Брандглоссов в Нью-Йорке. Да-да. Элизабет Виккерс. Рад вас видеть. Не понимаю, это что, ваш ребенок? Мой. Боже, нет-нет, я его просто одолжил на время. Мы подружились с ним на пляже. Привет, детка. Подружились? Ну, знаете, мир тесен и все такое. Я принесла это все Хилде Брандгл. Он никак не хочет понять, что между нами все кончено. А, цветы и конфеты. Что все это значит? Я возвращаю тебе твои подарки. Какие подарки? Эти. Розы. Конфеты. Я их не посылал. Как оригинально. И как типично для тебя, я бы сказала. Нет, черт, ты бы не сказала. Я не посылал тебе... Никаких чертовых подарков. Мне наплевать, чье имя там на карточке. Наплевать? Разве это не твое имя? Тебе наплевать на это, Хилде Брандглоссов? Да, раз уж ты спросила. Но не наплевать на то, что мое уединение... Поцелуй, Таппи. ...нарушает какая-то сумасбродка, обвиняя меня в том, что я завалил ее розами и шоколадом. Ты, наверное, покупаешь подарки для этой толстой певички. Меня не интересует. Поцелуй, Таппи. Никакая певичка. Не толстая. Поцелуй, Таппи. Поцелуй, Таппи. Что он сказал? Поцелуй, Таппи. Поцелуй, Таппи. Добрый день, мисс. Поцелуй, Таппи. Поцелуй, Таппи. Поцелуй, Таппи. Что здесь происходит? Поцелуй, Таппи. Лучше дайте ему, это иначе он не становится. Что ты делаешь, Мустер? У нас появилась мысль научить ребенка произносить фразу «поцелуй, Таппи», как только в поле его зрения появляется конфетка. Мы думали, это смягчит вас немного. Поцелуй, Таппи. Вы научили ребенка. Поцелуй, Таппи. О, Хилдебранд. Никогда не слышала ничего более смешного. Какой ты глупый, Таппи. Поцелуй, Таппи. Это глупая, правда, очень глупая идея. Я люблю тебя. Поцелуй, Таппи. Отличная работа. Добрый день, джентльмены. Мы нигде не можем найти мисс Уордер, Дживс. Я думаю, что она у своих друзей Прайсоков. Прайсоков? Большой белый дом справа. Белый, справа. Может быть, джентльмены будут так любезны и передадут туда кое-что от мистера Уустера. О, черт. Извините, пожалуйста. Что? Нас просили передать это. А я думала, он пропал. Оставьте где-нибудь там. Мэриан, здесь? Кто? Мэриан Уордер. Никогда такой не слышала. Она певица. Нам сказали, что она... Мэй, я была... Вы? Тетя Агата. Быстрее, быстрее. Мы потеряли их. Остановите машину. Клод. Юстас. Что все это значит? И ты подумал, что ребенок может помирить нас? Теперь, когда я буду есть ириски, я всегда буду думать о тебе. Пожалуй, в больших дозах морской воздух вреден, Дживс. Он действует на мозги. Совершенно верно. Подожди минутку. Это невозможно. Боже мой. Старинный английский луковый суп. Это же моя тетя Агата. Это мой суп. Я должен встретиться с Лусилусом Пимом. Я тоже. Берти. Глодис, что ты здесь делаешь? Я здесь работаю. Лусилус предложил мне отличную работу. Неужели? Тогда объясни мне, как портрет моей тети оказался на рекламном щите в этой деревне? И что случилось с моим луковым супом? Ты? Я, кажется, сказал тебе, что не желаю больше видеть твою физиономию. Ну, мне это нравится. А как насчет денег, которые вы мне должны? Я не должен тебе ни цента. Моя жена нашла рецепт этого супа в поваренной книге. Но это английский суп. И моя няня не писала поваренной книги. Ей и не надо было. Он есть в любой поваренной книге отсюда до Владивостока. О, Хилдебрандт! Элизабет! Да, но остается фактом то, что вы использовали мою картину. Я здесь ни при чем. Я плачу за все это своему рекламному агенту. Когда ваш дворецкий предложил мне купить одну из картин моей невесты... Что? Какой невесты? Мы с Глэдис собираемся пожениться. Мы хотели, чтобы ты первый узнал об этом. Ну, почти. Теперь вы отправитесь в Южную Африку и будете жить там. И не будете больше доставлять неприятностей своей бедной матери. Да, тетя Агата. Нас испортили, тетя Агата. Да, в этом есть то ли правды. Ваш кузен во многом виноват. Снимите кепки. Снимите кепки. Должен сказать, Дживс, с твоей стороны это было смело, продать портрет тете Агаты. Ты не должен ругать Дживса, Берти. Он освободил меня от этих невозможных Клода и Юстаса. Скажи мне, Дживс, как ты узнал, что это ребенок Прайсиков? Продавщица из магазина увидела ребенка в саду у мистера Глоссопа. И, поскольку она знает Прайсиков, спросила, не родня ли они Глоссопу. Нам обоим повезло больше, чем Теппи. Так ему и надо. Ему и его луковому супу. Сделайте что-нибудь с луковым супом, чтобы его укротить. В старине Теппи он послан на муку. Как нам его подбодрить? Великолепно. Сна он лишился. И все из-за супа. Дживс? Одним лишь ударом клан Слинксби задаром Глоссопа суп получил. Так сделайте что-нибудь с луковым супом. Из-за него заболел Теппи крупом. Ваше здоровье. Суп стал главным в жизни для меня. Не могу без супа я прожить и дня. Берти! 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 Берти Уустер, Хью Лаури, Дживс, Стивен Фрай. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала «Россия». «Россия» 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 Субтитры создавал DimaTorzok